Друзья, я всех рад приветствовать. Находимся на размере Криминальной России, сервер номер один. Мы продолжаем с вами служить в полиции на звание уже полковника. Занимаем серьезную должность и являемся, можно сказать, заместителем товарища полковника Рогозина. В прошлый раз мы с вами изучали заявления от граждан. Кто не смотрел прошлую сервер, обязательно посмотрите, как мы решали проблемы и наказывали. Получили свои наказания дисциплинарные двое государственных служащих в нашем участке. И я думаю, что это наказание заслуженное. Почему заслуженное, друзья, обязательно еще раз говорю, посмотрите. А товарищ Рогозин, товарищ Рогозин, мне кажется, все-таки немножко болеет, как мне подсказывают. Потому что его глаза стали, по-моему, чуточку больше, если я не ошибаюсь. Но да ладно, товарищ полковник, что у нас на сегодня? Дело в том, что прокуратура жалуется на то, что у нас не хватает раскрытия преступлений. Но начинается. Товарищ полковник, ну мы с вами совсем недавно раскрывали преступления, подставляли даже граждан. Было дело, когда мы подкидывали оружие запрещенное, которое граждане поднимали. И при этом мы их наказывали. Потому что, ну, друзья, а как по-другому? Если нужно раскрытое дело, приходится действовать именно так. Если мы не хотим потерять свои погоны, если товарищ полковник не хочет потерять свои погоны, Рогозин, то, естественно, приходится идти на такие жертвы. Мы не плохие. Не надо думать, что мы плохие. Нет, мы просто пытаемся сохранить позицию. Иногда нужно план выполнять. Вот и все. Сам понимаешь, если не будет выполнено, то мы оба с тобой полетим отсюда. Так а что за преступления? Каких преступлений я понять не могу. Товарищ полковник, мы с вами уже этот этап проходили. На самом деле. Если нам конкретно не хватает каких-то преступлений, мы их сами, да, провоцируем. Либо же сами реализуем. И в итоге закрываем папочку с огромным хлопком. Да, и еще и потом чокаемся стаканчиками. Преступления, связанные с автоугоном. И что, не хватает раскрытия, что ли, автоугонов? Слушай, ну неужели, неужели так трудно находить автоугонщиков? По СТОшкам там поездят. Да где угодно, не знаю. Ну, товарищ полковник, ну как в первый день родились. Вот машину, допустим, оставь без присмотра. Ну ее через пару минут уже не будет, товарищ полковник. Вы же знаете, мы на своих-то автотранспортах ездить, боимся оставлять машину ППС даже. Потому что всегда есть человек, который пытается завладеть имуществом. И я думаю, что автоугоны это последнее преступление, которое может не хватать. Понимаете, прокуратуре вот этой вот, раскрываемости. Давайте раскроем, в чем проблема, товарищ полковник. Это-то понятно. Сами угнали, сами раскрыли, дело закрыто. Так, и сколько нужно дел? Знаете, как говорится, ну дело-то всегда можно начать. Дописать, вот бабка есть, бумага есть и так далее. Ну, для каждого дела нужен человек. Вот так вот из ниоткуда нельзя просто взять и решить дело. Человек, вот что нужно. А откуда брать человека? Действительно, друзья, вот подставы, да, бывает, бывает такое. Два дела, и норма будет выполнена. Слушайте, ну хоть три. Вот, товарищ полковник, я говорю, мы с вами не первый день. Так, а почему без стука заходим? Почему без стука, граждане? Тут, вообще-то, полковники разговаривают, кто примет экзамены в ОМОН. Точно не мы. Полковник Рогозин, посмотрите, пожалуйста, своими страшными глазами на этих людей. И сделайте вот, вот, то, что нужно. Вы сейчас сегодня у нас обед. Давайте, давайте, ребят, ну вы чего? Ничего себе. Вот я думаю, угон простых автомобилей, это уже прошлый век. Прошлый век, слушайте, мы можем три, пять сделать угонов, сколько угодно. Товарищ полковник, если надо. Ну, ну ладно, не поднимайте уже. Куда вы? О, господи. Товарищ полковник, вы превращаетесь в какое-то насекомое. Вот, честно говоря, это уже похоже, но мне становится страшно немножко. Но пока что он вроде бы в своем уме. По крайней мере, вроде так. И что вы предлагаете, если для вас простые автомобили уже не резон? Нам тут на хранение привезли машины ДПС. Я думаю, что стоит их использовать. Ого, на автомобиле ДПС? Это интересно. Ты думаешь, кто-то рискнет? Представь, как прокуратура будет довольна, что мы спасаем государственное имущество. Не, с этим я согласен. С этим я согласен. Вот только вероятность того, что кто-то угонит машину ДПС, она крайне мала. Потому что за это уже срок, как вы сами понимаете. До 100% найдется дурачок. Ну, давайте попробуем. Корнее, гражданин чересчур заинтересованный в этом деле. Слушайте, нам только на руку пойдет, если... Если такое, гражданин, вообще найдется. Вот и все. Ну, то есть преступник. Да, именно. Хорошо, хорошо. Тогда мы можем приступать. Пока не поздно. Сегодня вот эти дела и закроем. Сегодня же в прокуратуру и отправите отчетность. Вот и все. Товарищ полковник, покажете машину. Мне даже интересно. Несколько машин привезли на передержку. Глядишь, зарплату подкинут. Ну, разумеется. Всегда мы ждем. Всегда. Вот испокон веков. Еще средовых. Всегда ждем повышения зарплаты. Это всегда. Товарищ полковник. Я тоже, блин, решил перекусить. Тут быстренько сейчас я. Если вы, конечно, не против. Все-таки работа, работа и обед по расписанию. Все такое. Если потом будешь. Ты сам поел только что перед моими глазами, полковник. Какого хрена? Пойдем, пойдем, пойдем. Вот чем меня, друзья, всегда удивлял полковник, так это своей хитростью. Вот хитростью у него не отнимать. Все, что угодно, произойдет. Самые худшие обстоятельства. Он всегда своей хитростью все исправляет в нужное русло. И сейчас, по сути, то же самое. Машины привезли просто на передержку. Он хочет воспользоваться и их... А если он потеряет машину, что будет? Ну, вы представьте, машина потеряется. Как отреагируют люди в правоохранительных органах, когда узнают, что машина их потерялась? И нам, получается, ну, мы идем на риск небольшой. Я думаю, ты понимаешь, что это риски? И мы, как минимум, товарищ полковник Рогозин, с вами не должны потерять машину. Потому что, не дай бог, она потеряется, нам попадет. И тогда и ваши погоны, и мои погоны полетят. Я все, конечно, понимаю. Сделаем все красиво и без потерь. Тогда выдвигаемся. Прекрасные бэшки, друзья. Прекрасные бэшки ДПС сегодня будут задействованы в спецоперации. Самый настоящий. Тогда приступим. Я найду позицию. А вы, товарищ полковник, меня, естественно, там, где необходимо, подберете. Поедем куда-нибудь на, ну, такое более, наверное, людное место, да, скорее всего. Выберем хорошее местечко. Так, главное самому не поцарапать. Товарищ полковник, я надеюсь, что вы действительно хорошо видите после того, что с вами случилось, после вашей, этой операции. Решите с вами. Я думаю, что нам помощь не нужна. Спасибо большое. Здесь, как говорится, такие дела творятся хитрые. Не совсем законные. И лишние, конечно, глаза и уши нам, наверное, ни к чему в этом случае. Потому что все поймут. Будут потом шантажировать. Звание, пожалуйста, мне. А то я все расскажу. А то я заяву напишу. Вот этого нам, конечно, не нужно с товарищем Рогозиным. Поэтому, Рогози, поехали. Поехали таки быть. Сделаем. Поможем. Поможем и Рогози. Потому что, вот, если Рогози на понизе, да, то и, соответственно, я здесь тоже могу повлиять на все это. Потому что я его подчиненный. Я человек, который не исполняет, можно сказать, свои обязанности. Найдем, наверное, какую-нибудь трассу. Да, потому что, когда стоит машина ДПС, ну, она реально привлекает внимание. То есть, когда машина ДПС стоит где-то на обочине, люди проезжают, люди притормаживают. Посмотреть, что происходит. Смотри, прям на дороге сидит. Это, конечно же, вызывает подозрения какие-то. Человек выходит посмотреть. Если он увидит, что машина вообще находится без человека, да, и вокруг нее ДПС, естественно, у него пройдет желание такое. Может быть, я сяду в машину. Да, если даже он с хорошими желаниями эту машину захочет вернуть, допустим, это уже не прокатит. Потому что он уже завладел государственным имуществом. Незаконно. Причем он должен был вызвать полицию, вызвать тех же ДПСников. А он сел, и все, извините, там уже, как говорится, решеточка у нас закрытое дело. Может, вообще на заправку куда-нибудь поставить? Товарищ полковник, давайте припаркуемся. Товарищ полковник, куда нам это все дело ставить, вы мне скажите? Товарищ полковник, может, знаете, какие-нибудь места хорошие? Ждать за мной, я знаю, отличное место. Поехали. Так, точно, товарищ полковник. Сейчас будем пробовать, господа. Для этого у нас есть также камеры видеофиксации. Сы, товарищ полковник! Ну вы же для чего себе глаза-то? Ёб моё! Ну, неужели не видите? Нормально все? Глаза же целые или нет? Я, конечно, не эксперт, но может, хотя бы какую-то оценку можно им дать? Вроде нормально. Вроде бы, да не пострадали, по-моему. Всё, товарищ полковник, езжайте аккуратно, пожалуйста. Я так и знал, что нормально операцию по восстановлению глаз сделать в России? Ну, не знаю. А, он решил, я так понимаю, Батырева выбрать. Ну, товарищ полковник Рогозин! Ну вы что, две аварии? Ну вы серьёзно, что ли? Так, сейчас глаза проверю. Всё нормально с глазами? Самое главное, чтобы глаза не пострадали. Вроде бы нормально. Ну, слушайте, вы уже по встречке ездите, реально. Глаза на месте? Да на месте. А вы что, не можете определить, если вы видите, значит, на месте, товарищ полковник? Да. Да, в порядке всё. Слушайте, вы чего на встречку выезжаете? Вы удаёте, спецоперацию нам портите всё. Да так, поймите, тачку носит. Очень простите, поже. Ладно, езжайте. Бывает. Вот так вот у нас заканчивается ДТП. Когда дело касается подстав, то мы здесь просто вынуждены, друзья, закрывать глаза. Глаза абсолютно на все вот такие ситуации. И стараться не обращать внимания. Машины целые, и слава богу. И глаза товарища полковника тоже, конечно, должны быть целыми. Не скажу, конечно, что место прям очень тоже популярное, да. Но, в принципе, здесь у нас вокзал. Здесь приезжают люди. Бывают люди, приезжают, сами понимаете, какие, да, которые уже потеряны по жизни. Ещё что-то новое в жизни. И их новое как раз-таки и встретит вот этот автомобиль. Так, а мы с тобой, наверное, куда-нибудь спрячемся. Давайте просто машину ДПС вот так вот поставим. Ну, кто будет в здравом уме реально трогать машину ДПС? Всё, просто оставляем. Здесь. Так, товарищ полковник, мы же, если что, будем участвовать в погоне. Давайте туда куда-нибудь. Я думаю, что можно вот к этим вот домам. А, это гаражи у нас. Давай гаражам быстренько. Давай гаражам, там же и затаимся. Главное не потерять. Не забудьте, главное не потерять. Товарищ полковник, сюда давайте. Здесь даже поинтереснее будет. Я думаю, что здесь уж точно нас никто внимания не обратит. Можно даже вот я за деревом лично останусь. Идеально. Товарищ полковник, только не разбейтесь, пожалуйста. Всё, замечательно. Позиция, друзья, занята. А первый неадекват уже, видим, был на самом деле издалека. Который просто так дерётся. По деревьям бьёт, по машинам бьёт. По мотоциклам. Но будем надеяться, что у него есть права, и он будет первым. Два закрытия, дело полное, друзья. Не забывайте. Так, есть ещё один претендент. Ну, понравилась тебе машинка? Нет. Пробежал. Молодец. Молодец. Пробежал. Потому что в первую очередь, вот поезд приезжает, друзья. И в первую очередь, что они видят? Они видят ничего перед собой. Ни такси. Вот единственное, это скутеры есть, да? Ну, кому нахрен нужен скутер? Когда есть тачки? Вот, типа таких. А? Я вот прям вижу бандиты одни. Каждый из них может быть бандитом. Я вот думаю. Может быть, надо было тачку поставить чуть поближе, что ли, я не знаю. А то они слишком далеко, и они, наверное, как-то не особо реагируют. Может быть, они её не видят? Как думаешь? Может быть, ближе поставить? Да, на парковку надо было. Окей. Мысль хорошая, действительно. Потому что пока они там просыпаются, глаза свои протирают на этом вокзале, они даже эту машину не видят. А то находят скутер и уезжают на них. По сути, друзья, реально, мы ничего плохого не делаем. Кто-то скажет, вот мы занимаемся, там, подставами, автоподставами, как хотите, как угодно называйте. Но, по идее, мы просто встали на парковку, всё. Любая другая ситуация, мы действительно бы приехали сюда, на парковку, машину бы угнали, и, пожалуйста. То есть, это самое настоящее преступление и самая настоящая раскрываемость данного преступления. Вот что происходит. Всё, машиночку оставляем здесь. Пусть приезжают, граждане уважаемые, а мы уже будем далеке на стрёме стоять и ждать. Полковник, всё готово. Всё готово к операции. Граждане заходят. Опа, есть. Есть, есть, есть один. Ну, куда ты? Давай. Садись. По сути, единственное, что нужно сделать, это проверить. Просто ключи уже вставлены. Пожалуйста, заводи машину и едь. Но она заглушена. Я хочу заметить. Она заглушена. Замаскарировался. Хорошо, у меня тут дерево есть, если что. Она заглушена. Блин, мне кажется, он спать лёг на самом деле. Машина заглушена. Фары выключены. То есть, более того, он действительно будет угонщиком, если даже уже заведёт эту машину. Он уже не имеет никакого права это делать. Заводить. Не трогайте никогда, друзья, государственный транспорт. Что касается машин инкассаторов, что медиков и так далее. Всё. Будь тюрьма сразу же. Так, есть ещё один. Заметил. Заметил. Ух ты. Он вооружён. У него оружие есть. А транспорт... У него оружие. У него оружие. Я лично видел. Это очень опасно. Рогозин. Я бы на самом деле не рекомендовал. Не, не сел, не сел, не сел. У меня аж сердце заколотилось. Блин, как мы его брать-то будем? Я что-то не хочу, чтобы глаза Рогозина пострадали. Нет, не решился всё-таки. Ему нужно было просто открыть дверь и всё. А он дальше побежал. Вот настоящий мамкин бандит. Настоящий, друзья. Видели? Оружие с собой носит. Но не решился. На самом деле очень странно, что не сел. Потому что у него были все шансы, по идее. Угнать автомобиль. Так, ещё один. Давай, я вижу по твоим глазам. Что ты хочешь? Куда ты, блин, поехал? Куда ты поехал? Кто-нибудь может подъедет? Ну машинка, ну стоит красиво прям. Пожалуйста, ребята. Берите, не хочу. Заправленное. Довезёт куда угодно вас. Конечно, путь в итоге один, понятное дело. Возвращается. Так, возвращение. Возвращение. Может всё-таки попробует? Давай, ты смотришь прям на неё. Нет, скутер. Скутер оказался дороже. Ну ладненько. Ладненько. Это хорошо. Это на самом деле очень правильно. Ему очень сильно повезло. Я не знаю, на сколько бы его посадили. Сколько бы он сидел бы. Но человеку реально очень повезло сейчас. Поезда всё приезжают. Приезжают новые. Ну вот, друзья, все у нас, честно. Кто-то говорит, криминальная Россия. Я постоянно говорю, криминальная. Да нет тут никакого криминала. Нету криминала. Макс, слушай. Что нужно сделать, чтобы рыба точно клюнула? Ну, блин, не знаю. В крайнем случае, чтобы прям точно-точно, наверное, крючком ей попасть прямо под нос. Так, давай сделаем это. Блин, товарищ Шагозин. Ну это же слишком будет подозрительно, вам не кажется? Друзья, вот как получается. Так, центральный вход. Вот, они выходят прямо с центрального входа все. И мы должны, по идее, поставить автомобиль так, чтобы при заходе у них сразу же была водительская дверь. Понимаете, о чём я? То есть это примерно выглядеть будет вот так. Блин, всё ближе и ближе. Давайте вообще, может быть, прямо на вокзал поставим этот автомобиль. Так, если что, делаем вид, что мы уходим. Да, куда-то вообще в сторону другую. Блин, неужели у нас пропал криминал, а? Снижается, друзья, преступность. С каждым днём. Всё, прямо перед ними машина. Пожалуйста, берите. Если у человека есть права, то он, ну, по-любому просто хотя бы проверит. Внимание, вижу подозрительное лицо. Подошёл к машине. Опа! Есть! Погнали, Рогозин! Погнали, Рогозин! Так, быстро за руль. За руль. Завёл? Нет, не понял я. Так, машина заведена. Есть, поехала. Всё, движение есть. Так, готовимся. Пожидаем. Давай, давай. Блин, по-моему, он сейчас... Западроты что-то. Блин! Откуда бомжи на велосипедах? Есть. Есть, есть, Рогозин. Всё, вижу, вижу, вижу. Попалась. Попалась на удочку. Так, останавливаемся. Блин, главное сейчас, ребята, это не упустить. Потому что, ну, скорость-то не забываем. Такая же. А в этом проблема. Надо было, блин, Жигу хотя бы, я не знаю. Так. Останавливаемся. Останавливаем машину ДПС при этом. Тормозим, тормозим. Останавливаемся. Остановочку совершаем. Гражданин. Остановочку совершаем. Куда поехали? Действительно, куда ты едешь? Ещё раз. Остановочку совершаем. Блин, плохо. Плохо не останавливается. Чё-то мутит. Тормози давай. Так, Рогозин. Давай аккуратненько. Это всё опасно. Вышел, 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 вышел. Стоп, 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 стоп. Стоп, остановитесь. Остановитесь. Всё, попался. Попался, голубчик. Так. Откуда машину эту взяли? Скажите, пожалуйста. Извините. Извинения будете просить где-нибудь за решеточкой. Рогозин! Рогозин, ты был прав. Ты понимаешь, что ты был прав, реально? Получилось. Извинения уже здесь не примутся. Гражданин, откуда машинка? Раз-то взял. Ну, мужики, простите. Как простите? Вы... Вы украли? Украли. Госимущество. Вы понимаете? Прямо вот взяли и угнали. Так, машиночка целенькая. Целенькая, хорошо себя. Не переживай, хоть дальше не поехал. Да. И что теперь нам с вами делать? Вот что вы прикажете делать? Так. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте вы с нами проедете и там уже разберемся. Ладно? Разберемся. Дадим задание, составить материальчики и все такое. Полковник. Наручнички. Наручнички его. Давайте. Не будем тянуть. У нас еще второе дело. Да, но, слава богу, этот хотя бы от нас не уезжал. То есть постараемся ему поменьше срока дать, понятное дело. Нет. Да. Да. Извините. По-другому, к сожалению, невозможно. Никак по-другому нельзя будет. И не надо плакать, пожалуйста. Вызывать жалость и так далее. Это криминальная Россия. Перестаньте, пожалуйста. Не забывайте. Пожалуйста, парни, не получится. Понимаешь? Не получится уже никак. Наручники, товарищ полковник. Машином. Пожалуйста. Давайте, в машину проходите, присаживайтесь. Так, а мы тогда на втором поедем. Я на второй тогда, товарищ полковник. Присаживайтесь назад, пожалуйста. Только не за руль самое главное. Не за руль, пожалуй. Товарищ полковник. Это что, шутки какие-то, что ли, от него? Я не понимаю. Циркач. На пассажирское. Назад. Назад присаживайтесь. Так, куда вы? Так, почему ты не надел на него наручники? Рогозин, ты можешь на него наручники надеть? В ту машину В ту машину, пожалуйста, проходите Да не в эту! Полковник! Полковник, он сейчас уедет Делайте, пожалуйста, хотя бы что-нибудь Я не хочу его сейчас упустить На месте прям Выйдите Полковник, я же попросил спокойно Надеть наручники Вот как так можно? Так, опять придется ловить Останавливаемся Блин, он неадекватен Он сейчас людей подавит Блин, погоня Ну, Рогозин! Он был у нас, ты же его Ты же дубинка Ну, господи, наручники Просто надень наручники и все Было бы все замечательно Вот чем сейчас погоня закончится, непонятно О, господи! О, фонарный стоп, блин Стоять! Стоять, блин! Черт, она еще подрезает Останавливаемся Это он, конечно, шутки шутит Вот это уже не... Это второй угон уже Слышь, а можно как два дела, а это? Это уже второй угон Слушайте, он хитрый, по-моему Я сейчас выйду Не дай бог, он сейчас меня раздавит Так, стоп! Выйдите, пожалуйста! Из машины выходим Из машины выходим Я буду ехать за вами Да ты издеваешься! Слышь, рогозин! Быстро! Да, рогозин, садись! Потом постреляешь с нами глазами Быстрее! Он сейчас уйдет! Черт! Блин, хоть бы не ушел Только бы не ушел, а? В сторону пропустите! Пропустите! За нами! Опять врезался! Он в мост врезался! Останавливаемся! Блин, хитрец какой! Да ты посмотри, что делать! Он вроде останавливается Но вроде бы и нет, непонятно Ну тормози-то уже! Блин, рогозин! Ну что-то делать надо! Обстреливать машину! Не стреляй по машине! Машину не портит только, пожалуйста! Нам ее целую нужно отдать! Рогозин, ты знаешь же, что нам будет В случае, если мы всю перестрелянную машину отдадим Черт! Выйдите по... Поехали! Рогозин, быстрее! Это уже издевательство! Ну нахрен такие дела! Быстрее садись! Полковник, быстрее садись! Блин! Я чувствую, что мы машину потеряем! Я так не хочу машину... Господи, что ты делаешь с машиной? Что ты делаешь с машиной? Он даже нормально ездить не умеет! У него точно есть права! Болконец! За что? Нет, пожалуйста! Ну не надо! Не портим это деревья! Господи, мы попали! Болконик, мы попали! Я не знаю, ты сам будешь... Машина! Блин, я тебя не зацепил! Ты сам будешь... Вот потом отчет отдавать! Почему такое произошло? Как у вас машину вообще угнали с парковки? Причем? Мы ее сами отвезли? Ты будешь это рассказывать потом? Капец, он улетает! Блин, полковник, не знаю... Это была плохая идея! Это была очень... Лучше бы мы гражданскую машину использовали! Какой-нибудь Запорожец, блин! О, Господи! В забор впечатался! Останавливаемся! Давай, останавливайся! Дружище, пожалуйста! Все! Я тебе просто уже прошу... Минимальный срок тебе дам! Только, пожалуйста, остановись! Бомж! Бомж о дороге, пожалуйста! Блин, друзья, я не знаю, что с ним делать! Нам просто нужно его остановить, выйти! Ээээ... В на... В наручники... Кошмар! Он по полю поехал! Серьезно? Блин, скорость по 200 километров... Нееет! Нет! Я... Блин! Блин, вывалился! Черт! Я не могу... Полковник, сядь обратно, быстро! Да сядь, полковник! Быстрее! Быстрее, пожалуйста! Черт, машина застряла! Да быстрее, пожалуйста, блин! Ну! Господи, неужели это возможно, а такое? Я уже просто в это не верю! Где машина? Направо! Черт, все, он уехал от нас! Полковник, полковник! Потерял я его, блин! Газу! Да давлю я! Давлю! Он пошел! Он вообще свернул куда-то! Куда? Я надеюсь, в город, да куда-то свернул! Друзья, он повернул куда-то сюда, но мы просто его не можем найти! Я не понимаю, где он! На бур... Вижу! Вижу машину! Это он же! Или другой уже! По-моему, он сидел! Полковник! Полковник, есть шанс еще не потерять машину! Мы просто ее из виду потеряли! Так! Останавливаемся! Блин, ну остановись ты уже! Да что ты! Я не могу на это смотреть! Я не могу на это смотреть! Пожалуйста, не взорви только машину! Не взорви, пожалуйста, машину! Все, я... Подперу... Подперу машину! Все, я не знаю, что он творит! Выходим! Выходим, черт возьми! Не заставляй меня просолить твою голову! Быстро выходим! Выходим из машины! Выходим! Хватит сигналить! Выходи давай быстро! Выйди, пожалуйста! Просто выйди! Не твори ерунду, дружище! Не твори! Как? А вот это уже твои проблемы! Как? Пожалуйста, перестань уезжать от нас! Перестань уезжать! Полковник! Наручники! Просто... Просто надень наручники! Все, это единственное, что у тебя требуется! Еще один! Блин, пожалуйста! Не трогайте машины! Не трогайте! Это кошмар, друзья! Все, что происходит, это кошмар! Рыжик устроил просто бешеный день какой-то! Пожалуйста, просто... Просто выйдите! Просто... Вылезьте! Из машины! Не надо, пожалуйста, вот приказ... Как-никак! Просто поднимитесь, пожалуйста! Выйдите из машины! Черт возьми! Это единственное, что от вас требуется! А где кнопка вылезти? Я не знаю! Тут нет катапульта! Ты что думаешь? Блин, машина ТП с катапульта есть, что ли? Неужели вы хотите... Я могу его застрелить? Но, по-моему, это будет прям... Ну, перебор! Пацаны! Пацаны, не помогайте ему только, пожалуйста! Не переварчивайте тачку, а? Блин, Рогозин! Он свалил! Он свалил! Вот Рогозин! Ну... Ну, почему нельзя? Почему нельзя? Так, пожалуйста! Быстро! Куда? Направо! Пошел направо! Так, направо! Поворачиваем! Пацаны, не мешайте только, пожалуйста! Опять! С какой раз уже он свалил, а? С какой раз уже? Он уже свалит все равно от нас, рано или поздно! Так, в сторону! В сторону отходим фура! Аккуратно! Главное, чтобы еще никто не погиб из-за него! Пожалуйста! Главное, чтобы... О, Господи! Да ты издеваешься над этой машиной сегодня просто! Мы за ним гоним, дружище! Это... Это не сотрудник полиции, если что! Разворачиваемся! Так, налево пошел! Опять врезался! Господи, он несколько раз уже врезался! Только нас не подрезаем! Мы не виноваты здесь! Да он издевается, что ли? Ёп! ПРСТ! Какой полет! Какой полет! Еще раз! О, помогай! Красава! Господи! Нет! Я не могу! Я просто не могу на это смотреть! Спокойно! Просто не могу смотреть! Да стой ты уже! Реально угон машины ДПС! Так, дружище! Аккуратно! Спасибо, что помогаешь, конечно! Это реальная, друзья, погоня! Куда делся? Это реальная погоня! Это абсолютно реальная погоня! Рыжик! Это просто вот этот дурдом! Таких нужно вообще закрывать надолго! На несколько лет! Чтобы такие не ходили! Посмотри! Вроде остановился, вышел и... О, вернулся на место, кстати! Смотрите-ка! Так, тормози! Не твори хереную! Так, перекрываем, наверное, здесь! Вот сейчас перекрываем! А он там может... Блин, я не знаю, друзья, есть ли там выезд или нет! Я не знаю! Вроде не должно быть выезда! Без понятия! Но на всякий случай я не хочу его потерять! Поэтому я, пожалуй, поеду все-таки... Опа! Кто попался? Кто попался? Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блин! Все, я пошел! Рогозин! Я пошел! Прямо сейчас я вытащу его из машины! Я постараюсь, конечно! Блин, да стойте! Не стреляй ты по машине! Не стреляй! Я сейчас его попробую вытащить! Пацаны, нужно тут что-то придумать сейчас! Как-то его вытащить отсюда! Из машины нужно как-то вытаскивать! Блин! Так, вытаскивай его! Вытаскивай! Я отъеду! Я отъеду! Ты вытаскивай его из машины! Господи! Что стало с тобой? Как? Блин! Он в 2D что ее превратил? Полковник! О! Все нормально! Стоять! 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 Сказано! Наручники! Наручники быстро! Полковник! Быстрее! На этот раз, пожалуйста! Просто надеть на него наручники! Все! Наручниках! Наручниках! Пожалуйста! Стой! Стой! Не дергайся! Ты и так натворил делов! Хватит уже! Ты 4 раза от нас угонял! Ну перестань уже! Перестань! Ты виноват! Ты угнал машину! Ну сколько можно за тобой гоняться? Ты понимаешь, что ты вообще делаешь? Ты с ума сошел что ли? Он еще хочет, чтобы мы его отпустили после всего происходящего! Не, ну ты серьезно, дружище? Дружище, давай! Давай мы просто сейчас приедем! Мы с тобой поговорим! Дальше все решим! Нам просто нужно узнать все, понять мотивы, ну и захлопнуть папочку с делом, как говорится, и все! Отпустите! Извините, 4 раза угнать тачку, поучаствовать в таких ДТПшках и сказать, извините, парни, отпустите! Ну я не знаю, друзья, я не знаю, для меня это очень странно, поэтому, друзья, к сожалению, я просто вынужден этого человека хотя бы сейчас поговорим с ним, да, разберемся! Мне неинтересно больше в подобном участвовать! Все, поехали! А если тюрьма, то на сколько? Пока, пока не ясно! Сейчас в участке поговорим, все обсудим, не переживайте! Он серьезно? Он просто вывалился? Рогозин! Что я должен сделать, скажи, пожалуйста? Чтобы он поехал с нами? В конце концов, хватит, пожалуйста! Не выпрыгивайте из машины! Угонял машину несколько раз, сейчас выпрыгивает из машины! Кошмар какой-то! Телефон висит! Блин, только Липозов раздавил его! Полковник! Рогозин! Он что с ним делал? Он специально это делает! Вы что, издеваете, что ли? А? Вы издеваетесь, скажите! Все, умейте отвечать за свои поступки, в конце концов! Чем будет выпрыгивать? Да так, стой! Я не могу его посадить! Он нарушил... Он меня не слушается! Все! Глубочайшему сожалению, может быть и к счастью, нам не удалось доставить данного угонщика до участка, чтобы оформить на него дельцы, поскольку у него были проблемы с игрой. Он вообще играл с хасла, по крайней мере, это стало объяснять его вот эти вот ужасающие аварии. Я думал, вообще там какой-то пьяный чел сидит, но все стало на свои места. В принципе, синхронизация пока что еще немножко страдает, но в любом случае, получилось, я думаю, очень даже интересно, увлекательно. И если вам это понравилось, друзья, обязательно, пожалуйста, поставьте свой лайк, поддержите ролик. Также не забывайте, что все события происходят на первом сервере Радмира Кринлянная Россия. Ссылочку в описании оставлю, кто еще не играет, обязательно приходите. Я, друзья, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр, желаю всем удачи и всем пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok